Девушки отдыхают Лидера чемпионата. Матч был, конечно, центральным в туре, но и без него было довольно много интересных событий в этом туре. Чемпионата Бельгии, в частности, блестящая победа Стандарда. Вот такой была программа 11-го тура. Открывался он матчем между Астендой и Кортрейком в пятницу. Зюльте играл против Локеренов. Зюльте – команда, которая до недавнего времени была лидером чемпионата. Гент, разгромивший именно Зюльте в прошлом туре, отправился в гости к Ойпену. Начинаем мы, конечно же, с поединка между Брюгге и Андерлехтом. Переполненный стадион Ян Брейдель. Вот в таких составах вышли команды на этот матч. Пятая минута. Угловой выполняют хозяева и выше ворот летит мяч после этого удара. Очень неплохой момент, но пробивает выше ворот Клаудемир. Девятая минута поединка. Аккуратно разыграна комбинация и без проблем забивает Фанакин. 1-0 в пользу Брюге. Удивительно, насколько футболисты Андерлехта дали свободный сопернику мяч разыграть. Лимбомбе выполняет эту передачу. 17-я минута угловой у Андерлехта. Мин ворот полетел мяч после удара Нейтинга. Цирковая минута игры. Клаудемир длинный пас дает штрафную площадку. И в самой штрафной Елефоссен не смог мяч обработать. Второй тайм. 47-я минута. Лимбомбе с мячом на левом фланге. Выполняет на передачу штрафную. И вновь беспрепятственный удар на вот этот игрок Брюге. Только теперь это уже Рюдформер. 2-0 в пользу хозяев. 53-я минута после розыгрыша углового. Очень хороший момент у Андерлехта. Из-за пределов штрафной мощнейший удар наносит Телеманс. Белрикашлят от ноги защитника. Но Людовик Бютей смог отразить мяч. Длинный пас на половину поля гостей. Формер подбирает мяч. Но в этот момент Уэсли отмахнулся от соперника. И тут же он получает красную карточку. За 7 минут до этого вышел бразилец на поле. Вот-вот видим этот эпизод. Абсолютно бессмысленная выходка в борьбе с Сумбаджи. Нарушает правила Уэсли и Брюге в меньшинстве. Андерлехт забивает на 87-й минуте. Теодорчик мяч получил в штрафной площадке. Оффсайда не было. И очень спокойно, конечно, польский нападающий мяч перевел в вороту Бютея. Вот видим еще раз, что действительно на одном уровне с защитниками остается Теодорчик. В момент, ну, скорее все-таки даже удара, не столько паса. Штрафную площадку. Но это все, что смог сделать Андерлехт в атаке, играя в большинстве. Брюге одерживает победу со счетом 2-1. После поражения от Шарли Руа в прошлом туре, после домашнего поражения от Порта в Лиге Чемпионов. Важнейшая победа для команды Мишеля Придуа. Зюлты таким образом получают шанс выйти снова в лидеры. Эта команда принимала Локерен. В первые 15 минут поопаснее выглядели хозяева поля. Кристоф Лепуан выделялся у Зюлты. Но все-таки без его участия был забит первый гол в этом матче. Следует перевод в штрафную площадку от Анура Кая и Александра Кардара. Забивается второй мяч в этом чемпионате. В прошлом чемпионате он лишь один раз отличился. Оффсайда не было. Отличный гол. 1-0 в пользу хозяев. Во втором тайме свои моменты начинают создавать и Локерен. Килян Оффермейра пробивает. Кенни Степпе зафиксировал мяч. На 70-й минуте на Жажа Каэльо скидкой в штрафную площадку. Но он все-таки был в офсайде в этом эпизоде. Зюлты отвечают фланговой атакой и голом датчанина Лукаса Лерагера. Третий его гол в чемпионате Бельгии. Интересно, что в датском чемпионате за 6 предыдущих лет он лишь четырежды отличился. А вот приехав, Зюлты уже забил три мяча. 2-0 побеждает Зюлты в этом поединке. Вестерла против Шарли Руа. Шарли Руа еще одна команда из группы лидеров. Еще одна команда, которая могла воспользоваться осечкой Эндерлехта и опередить брюссельцев в турнирной таблице. Климан Тенмон вернулся в стартовый состав Шарли Руа. Вестерла неплохо играет в первые минуты 20 этого матча. Элтон Акалацев угрожает воротам соперника. Ловит мяч Николя Денето. Тенмон в штрафной площадке оказывается на газоне. Мяч Апау действовал против него. Арбитр посчитал, что нарушения правил не было. Хотя на повторе заметно, что Апау явно в ногу сыграл сопернику. Атака Шарли Руа. Перевод на правый фланг. И затем Бедья. Из близкого расстояния наносит удар. Ван Ланген Донг отразил. Помаду Фаль в начале второго тайма. Наносит удар по воротам хозяев. Снова в игре Ван Ланген Донг. Еще один момент упустил у Шарли Руа Тенмон. И матч закончился в ничью 0-0. В четвертом выездном поединке подряд не побеждает Шарли Руа. Ойпен принимал Гент. Очень нужны были очки Ойпену после серии поражений. Но сложно было себе представить, что удастся противостоять Генту. Особенно, когда события так удачно развивались в пользу гостей. Фахад Аль-Абдул-Рахман нарушает правила. Пенальти назначен. Гниль Миличевич забивает. И Гент впереди 1-0. Затем в меньшинстве остается гостевая команда. Афир Довидзада получает красную карточку. Несмотря на это, на 63-й минуте эффектную комбинацию проводит Гент. И Ренату Нету увеличивает преимущество в счете. 2-0. Ойпен сумел отличиться после этой атаки. Мамаду Силла среагировал на сейф голкипера и забил свой третий мяч в сезоне. Ну а в концовке поединка и вовсе нечто невероятное творилось. До этого Хенриан Некуру едва не поразил ворота Гента. Неуверенная игра голкипера в гостей привела к тому, что Хосе-Мария Кассес забивает на 90-й минуте. 2-2. Гент едва не вышел вперед. Кулебали наносит удар, вытаскивает с линии голкипер-хозяев. Кулебали был уверен, что мяч оказался в воротах. Но на повторе сложно разобраться, успел ли Ванкром Брюхе или нет. А вот что не вызывает сомнений, так это гол, который был забит Толемесом на 93-й минуте игры. Ойпен побеждает после четырех подряд поражений. Далее в нашей программе суперматч от Стандарда и интереснейшие поединки с участием Астенде и Мехелина. Астенде против Корт-Рейка. Этим поединком открывался Тур. И с самого начала в атаку бросились хозяева поля. Достаточно быстро первый момент был создан. У ворот Корт-Рейка. Набегавший из глубины Андели Джали пробил. Каминский не очень уверенно среагировал на удар. Но подскочил затем мяч в перекладину. Корт-Рейк атакует Жуан Зиньо. Выполняет подачу в штрафную площадку и забивает Идир Уали. Второй гол алжирца в этом сезоне. На 22-й минуте гости открыли счет. Ну а затем был шанс у Идриса Саади. Один из лучших бомбардиров сезона. Пробивает выше. Во втором тайме после углового забивает Корт-Рейк Сэмэль Жигон. Отличился на 53-й минуте. Лишь на 84-й минуте Астенды наконец-то забил Дематарх, вышедший на замену. Во втором тайме переправляет мяч в сетку. В штангу попадает мяч после удара Ясина Эль-Ганаси. И, наконец, на 95-й минуте Эль-Ганаси мяч перевел в штрафную площадку и в свои ворота срезает все тот же Жигон, забивший второй гол Корт-Рейка. Астенды уходит от поражения. Ничья 2-2. Стандарт принимал Деверин. Астенды теряет очки. Соответственно, у Стандарда появилась возможность обойти эту команду. Так же, впрочем, как и Ген, который в этом туре проиграл. Но нужно было обыгрывать одного из аутсайдеров чемпионата на своем поле. Четвертая минута в штрафную Стандарда и мяч оказывается в сетке. Но арбитр фиксирует положение вне игры. Вот после этой скидки головой Орландуса находился в аутсайде. Тринадцатая минута. Разыграли угловой на левом фланге хозяева поля. Передачу выполнял Дмилсон Центр. Перехватывают футболисты Беверина. Контратаку организовывают гости. Очень неплохо все было разыграно. Но не столь сильным получился у Янса завершающий удар в этом эпизоде. И Жи забирает мяч. Штрафной у хозяев поля. Аккуратная подача. Мяч в сетке. И в этой ситуации снова. Из-за офсайда гол отменен. Повтор нам такие показывают, что понять невозможно, было офсайд или нет. Пришлось забивать ударом издали, чтобы уже вопросов никаких не возникло. На 16-й минуте Бенита Роман открывает счет в матче. 26-я минута. Эдмилсон финтит на фланге. Выполняет подачу и забивает Орландуса. Очень легко комбинировали футболисты стандарта. Постоянно остроту создавая. И даже обычный, казалось бы, вынос превращается в результативную передачу. Эффектный шагов на счету Орландуса. 3-0 на 31-й минуте. Португалец во втором туре подряд делает дубль. Два мяча он забил ворота Картрейка. В 10-м туре в выездном матче, который 3-3 закончился. И вот теперь два он забил и Беверину. После первого тайма уже солидное преимущество, но стандарт не останавливается. На 56-й минуте дубль оформляет и Бенита Роман. 4-0. Два мяча до этого было у Романа в чемпионате. И вот еще два он добавляет. Сейф галкипера после удара Эмона. Сланда Гаре хорошо навесил. Кеттелеш отразил удар вышедшего на замену нападающего. Эмон заменил Орланду Са в перерыве. Нарушение правил штрафной площадки. Как раз Эмон был сбит. Арбитр назначает пенальти за этот фолл. Руди Камачо. Эмон берется выполнять 11-метровый. Забивает он своей бывшей команде. Забивает свой первый гол в этом сезоне. Лишь во второй раз в чемпионате появился на поле. Рено Эмон. 5-0. Штрафной на 84-й минуте. Кеттелеш дотягивается до мяча. Очень неплохо закрутил Нбензо, заменивший Романа. Теперь же Бельфадиль бьется штрафного. Попал в штангу мяч. Ну а Лаифис в руки голкиперу направил. Убедительная победа стандарта. У Беверина лишь на 90-й минуте был момент. И хорошо вот в перекладину мяч попадает сначала. Да, здесь все-таки нужно было обыграть голкипера и перебросить. Что, в общем-то, неплохо получилось. Но вот за тем, как от мини-мяч отлетел. Это не очень понятно. Но на исход это никоим образом уже не влияло. 5-0 в пользу стандарта. Мехелин принимает Мукрон. Болисты Мехелина в первый момент в матче создают. Коловоз бьет со средней дистанции. Не попадает в створ ворот. Через 5 минут еще одна попытка греческого нападающего. Но мяч уходит выше. Мехелин три поражения подряд потерпел перед этой встречей. Очень нужно было побеждать команде Яника Ферреры. И забивает Юан Круазе. Во втором тайме на 65-й минуте он отличился. Ну и свой гол забил также Коловоз после навеса Верде. На 74-й минуте. 2-0. Первая победа Мехелина под руководством Ферреры. Генг принимает Сент-Рейден. Дерби. Перед которым Генг в Лиге Европы смог одолеть атлетики из Бильбао. На Сент-Рейден в трех предыдущих турах в чемпионате не смог победить. Атака хозяев. Очень хорошая передача следует от Бейли. Набегающий по Суэллу низом выполняет удар. Реагирует Вильям Дютуа. 37-я минута Толчая в штрафной площадке. Выбит мяч, но прямо на ногу. Под удар Бейли выше бьет ямайский футболист. Второй тайм. 53-я минута. Сент-Рейден в атаке. И мяч уходит на угловой в этом эпизоде. Показывает арбитр. Посмотрим еще раз. Да, действительно, в ногу защитника задел мяч. 63-я минута. Сент-Рейден перехватывает в своей штрафной. Контр-атаки не получилось. Но, в принципе, нарушения правил здесь тоже, пожалуй, не было в штрафной площадке. Вот видим, когда, выполняя подкат, выбивает мяч Деканаму Саматы. 67-я минута в штрафную площадку. Отдается ворваться к Астаню. Но удар наносит он не лучшим образом. Бомба отдает передачу в штрафную хозяев. Затем налево пас. И очень хороший навес на дальнюю штангу, где удается выиграть в борьбу на фланге. Мяч в ворота не попал. А вот хозяева на 88-й все же вырвали победу. Карелис, заменивший Бейли, переправляет мяч в сетку. Подача со стандарта. Здесь несколько футболистов то одной и то другой команды по мячу не попадали, пока не выкатился он под удар Карелисов. Шестой гол греческого поварда в этом чемпионате. 1-0. Генг одерживает победу. Зилте вновь лидирует в бельгийском чемпионате. 23 очка у этой команды. Андерлехт отстает на 2. 22. Шарли Руа. Брюге на четвертом месте после победы над Андерлехтом. Ну и стандарт. Сейчас на пятой строчке после осечи Гента и Стенде. Локерин играет со стенды. В следующем туре Брюге примет Вестеру. Андерлехт на своем поле сыграет с Мехелином. Лидер чемпионата Вютов на выезде встретится с Синтрёйденом. Ну а теперь лучшие голы этого тура. Начинаем с удара Орландуса. Португальского полузащитника Стандарда. Эдир Уали эффектно забил головой в ворота Астенде. И также отметим гол, который забил Алессандр Кардара из Зюлте. На этом мы заканчиваем нашу программу. Всего доброго. Португальского полузащитника Стандарда. Алессандр Кардара. Алессандр Кардар. 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 Алессандр Кардар.